Фейт, Калейт, Лайнер, Призма или 66 глава целиком. По правде говоря, не было никакого смысла отправлять сознание или путешествовать в прошлое. В конце концов, максимум, что оно может сделать, это увидеть прошлое. Даже если как-то удастся его изменить, это все равно ни на что не повлияет. Потому что даже если прошлое изменится, сама история не претерпит изменений. Сотворить нечто подобное способна разве что истинная магия. А я-то подумал, что ты наконец скажешь что-то полезное. Да знаю я об этом. Ты правда собираешься читать мне с средоточением второй магии лекцию об истинной магии? Чтоб ты знал, для меня это оскорбительно. Да, само твое существование это оскорбление второй магии. Вот что бы я хотел сказать, но сдержусь. Я твердо верю, что Илья сможет найти нить надежды в прошлом. А теперь посмотри в зеркало и скажи это еще раз. Точно, они же ее убили по сути. Все это авантюра с малыми шансами на успех. Или даже последняя попытка переломить исход проигранной битвы. Вероятность того, что она справится практически равна нулю. Но не равна же. И все же это впечатляет. Похоже она смогла найти нить надежды. А он своим этим видит, наверное, да? Господи. Как он у меня там называется? Его версия чтения. Подумай только, что запись прошлого смогла передать это. Что ж, черт подери, что это за ящик? То, что мы только что видели, было последней записью прежнего Дариуса. Записи Дариуса находятся рядом с записями Пандоры. Словно он никогда не покидал ее. Они вместе словно двойные звезды. Я чувствую это. Потому что почему-то знаю, что внутри этого ящика... Если это и правда то, что я думаю, тогда у нас есть шанс все изменить. Но для этого... Что-то у меня пока нет идеи, что там может быть. Танако-сан. Как далеко в прошлое уходят эти записи? Ммм, посмотрим. Учитывая, что нам надо еще вернуться в настоящее, я бы сказал, что мы почти достигли предела. Как далеко ты хочешь вернуться на 6 тысяч лет назад? В эпоху рождения Пандоры. Я хочу встретиться с молодой Пандорой, когда она была в моем возрасте. То, что мы видели до сих пор, было по сути записьми Дариуса. Первого человека, который понял чувства Пандоры. Если так, то Пандора должна быть страдала от одиночества еще задолго до этого. Танако-сан, ты помнишь тот день, когда мы увидели Пандору в пустом классе? Когда я увидел ее грустное лицо, я не знал, что сказать. Флэшбеки из фильма меня накрыли. Эх, фильм. Ну теперь, наконец, знаю. Эрик и Чан, пойдем домой вместе. Правильно. Хэнхолдинг и все этим закончится. Я хочу стать твоим другом. В самом деле, прошлое менять бессмысленно, поскольку корректирующая сила истории подстроит все события так, чтобы все равно случилось то, чему суждено. Словно камешек на обочине дороги, который не в силах повлияет на мир. Потому, чтобы что-то изменить, надо целиться туда, куда попасть невозможно. Например, область изолирована от этого мира, или трон душ, или может быть отдельное измерение. Или же, скажем, сердца людей, возможно. Ну вот, опять-то за свое, я знаю все. Да, окей, оно просто ясновидением называется. Не знаешь, несправедливо, что только ты можешь смотреть за Илии с помощью своего ясновидения. Покажи мне тоже, мелкий ты галактический воорист. Просто для информации, когда я говорю, что разговаривать с тобой это существо, я сильно сглажу углы. Я очень не хочу использовать эти глаза, знаешь ли. Да, он что-то не любит. Ты когда-нибудь думала, как я себя чувствую, когда все от начала и до конца времен постоянно маячит перед глазами? Обычно они запечатаны, но даже так я иногда вижу события будущего. Они всегда появляются без всякого предупреждения, внезапно показывая мне то, чего я знать не желал. Воистину, нет ничего скучнее света. И поэтому я неожиданно тоскую по тьме. А? Звучит как ауф. Но что там это подразумевает? Что именно? Клигомеш? Почему можно не любить цвет? Ну, может, конечно, не дадут смысл быть на ней о прямом. Может, это подразумевает, в принципе, что ему не нравится именно видеть, в смысле, свет как видение. Ему нравится неизвестность. Если продолжать опять же тему с ясновидением. Это будет путешествие в один конец. Я не так много знаю о магии волшебства и всем таком, но я знаю, что ты не сможешь вернуться в настоящее, если отправишься в прошлое до нашей эры. Ты станешь медузой в бесценно дребучей в океане времени. Сначала полома медузой, но все горгоны. Думаю, при чем тут медуза горгона? Знаю об этом, ты все еще хочешь вернуться на шесть тысяч лет в прошлое. Да. Но я верю в тебя. Я уверен, что так или иначе ты сможешь переписать этот плохой финал и спасти мир. Ты сорвешь коварные планы Дариуса и принесешь нам счастливый конец, в котором все улыбаются. Счастливый конец. Но в нем не будет тебя. Ну, технически ведь она даже не настоящая, можно ну прям, если прям сильно рассуждать. Ведь настоящая как бы изначально кура была, которую запечатали. Или родилась вследствие этой печати. Хоть она и стала мейном. Знаю ты, ты не передумаешь. Никогда не теряйте в виду то, что тебе действительно дорого. Чтобы спасти что-то, нужно пожертвовать чем-то другим. В какой-то момент я была уверена, тебе придется сделать такой выбор. Каждый из этих маленьких огоньков, которые нашли свое предназначение в бесконечном океане времени, каждый из них — моя самая большая ценность. Большой. Забавно, что Кирицуго закрыт. В манге же он, по-моему, не... Ну, окей, во флужбеке он был, но это не наш Кирицуго. А Кирицуго, по-моему, местный. Я, по-моему, ему лицо не показывал, который из ее мира. Блин, здесь как бы это наш мир заканчивается, и другой мир. Даже Дариус там... Хотя, опять же, учитывая, что он как бы его историю знает теперь, чувство сопереживания вполне понятное. Да и к тому же, он буквально еще помог в некотором смысле. Главное херей есть. Тот, кто тебя накормил убоином, чему там? Мапут Рамен, по-моему, каким-то извращением их кормили. Он явно достойно места в воспоминаниях. О, прикольно сделали. Напоминает мне одну иллюстрацию в индексе. Из какого-то там... Десятого, по-моему, там, девятого. Я и не читал, конечно, но иллюстрацию видел. Да, хорошо сделали. Пойдем, Танако-сан. Да. Прости, Ирин-сан. Хоть ты и предупреждала меня, но я не желаю жертвовать кем-то одним ради спасения кого-то другого. Люди, которых я встретила, каждый из них мой свет, надежда. Возможно, это ошибка. Возможно, я пожалею об этом, но... Я все равно хочу принести этот ящик Пандоре, потому что это могу сделать только я. Черт, я... Я... Хоть я пересчитывал, но все равно чуть-чуть это забыл. Пандора не открыла ящик, потому что боги про него забыли. Не сказали ей это сделать. Ведь так, по-моему. То есть, по идее, какого-нибудь ключа она не может же нести. Да и откуда он ударился, может быть. Ведь иначе бы он его использовал. Что-то может быть такого, что повлияет на все. Прощайте, друзья. Ждите в январском выпуске. Вышло... Три главы после январского выпуска, походу. Учитывая, что сегодня ноябрь-середина. Глава выбора по итогу у нас сегодня. Ну, опять же, я не верю, что они, типа, убьют или что-то подобное. Сотрут ее. Было бы слишком грустно. Не в духе произведения. Не смысле, что, опять же, произведение не может какую-то драму, но... Ну, как бы, у каждого произведения есть, как бы, ну, своя область, да, в которой он работает. Конечно, можно назвать это, там, типа, там, деконструкциями всякими, революциями и так далее, когда ты вдруг резко от них уходишь. Но обычно все же удачно такое сделать, ну, это редко получается. И то обычно, зачастую, они оказываются не настолько неожиданными. То есть, к ним обычно нормальная такая подводка была. Нужно, иначе, это просто складывается ощущение, что из тебя просто, ну, типа, драму выжимают. Ну, типа, прикольно, да, убить главного героя в конце. Так все раньше делали. Ну, не все, но это распространенный тоже крышет роб. Убить главного героя, чтобы в конце ты плакал. Ради драмы, по сути. Мне кажется, или это не нужно, как произведению. Ну, это мое мнение, мнение субъективное, все дела, но... То есть, сама обстановка и сами ситуации могут быть очень, типа, тяжелыми, да, но суперизвение, что из них всегда можно найти выход хороший. Кому же это Маха Шоджо. Уж, по крайней мере, ну, для главного героя-то. Ну, и визуально были прикольные решения, особенно вот под конце. Валидно, валидно. Как говорится, и Мадока, Маха Шоджо и... То есть, в некотором смысле, Принсоса чуть-чуть даже больше сделала. В некотором смысле, в смысле, что она утенком осталась. Ну, она как бы им была, и снова вернулась. Пожертвовав тоже. Жертва главного героя. Во имя мира. Но все-таки, опять же, там, и вели к этому все-таки вторую половину истории, так и... Это все же ее суть изначальная, да. Как говорится, русалке место быть русалкой. В подобных историях, ну, так совсем... Они презентуют на общую драматичность глобальных событий, да. Серьезность. Типа страданий, превозмоганий и тому подобное. Но подводки к тому, что вот... Все, Илья и Крышка, по сути, это вот только сейчас появилось. То есть до этого ничто не подразумевало, что Илья и Крышка. Кура, возможно, было. Ей, в принципе, Крышка настала. Хоть это, может быть, перепишут. Даже у Мию были больше шанса отъехать по началу в арке. Или пострадать как-нибудь сильно. Но Илья не воспринимался как персонаж, который может пострадать сильно. Как условно, там, Хибики, например, в Симфагире. Кто верит, что Хибики может пострадать? Да никто этот абсурд быть такого не может. Надмигу немножко побаивались. Чуть-чуть. На полшишечки. Но тоже было бы не совсем корректно с точки зрения произведения поступья, не иначе. Ладно. Любопытно. Посмотрим, к чему приведет. Конец записи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...